Шнорак головы и шеи занимает где-то шестое место в мире среди всех злокачественных новообразований, и ежегодно более полумиллиона пациентов вновь имеют такой установленный диагноз. На протяжении 30 лет наблюдается стойкое увеличение заболеваемости, и помимо общеизвестных факторов риска, таких как употребление табака и алкоголя, в последнее время все больше говорят об инфицировании вирусом папиллома человека. Но, как ни странно, этот фактор дает нам возможность рассчитывать на более благоприятный прогноз заболевания и более успешное лечение. Если посмотреть на цифры нашей страны, то можно сказать, что на учете количества больных, которые стоят 5 и более лет, составляет не менее 40-50%, то есть большое количество пациентов, даже с распространенными опухолями, переживают пятилетний рубеж, и таким образом очень важным становится фактор качества жизни не только в процессе лечения, но и по его завершении. С другой стороны, из негативных моментов статистики в нашей стране, к сожалению, как с третьей, так и с четвертой стадии заболевания, устойчиво выявляется порядка 60-80% пациентов, когда только радикальное хирургическое лечение им не может быть предложено. Из морфологических особенностей опухоли необходимо сказать, что она достаточно гетерогена, но, к сожалению, в ней очень редко встречаются активирующие мутации, с чем связано небольшое количество эффективных таргетных препаратов, а пока мы реально на сегодняшний день можем говорить лишь об одном зарегистрированном – цитуксимабе. Схематично принципы лечения пациентов плоскоклеточным раком головы и шеи могут быть представлены следующим образом. И наиболее сложная проблема – это пациенты местно распространенным процессом, который может быть резектабельным или нерезектабельным, и в зависимости от этого будут предложены лечебные опции. Естественно, при резектабельном процессе основным методом лечения является хирургическое вмешательство, которое должно быть больному предложено. Если в каких-то учреждениях либо нет отделений такого профиля, либо нет большого опыта, целесообразно этих пациентов отправлять в другие центры, потому что именно в этой ситуации пациенты получат наилучший для себя вариант лечения. При нерезектабельном процессе пациентам предлагается какой-то из вариантов лечения на основе лучевой терапии. Одним из вариантов может быть так называемая последовательная терапия, когда перед ее проведением проводится индукционная химиотерапия. Но, тем не менее, основа лечения этих пациентов – это, безусловно, мультидисциплинарный подход, и здесь очень важна работа мультидисциплинарной команды. При отборе пациентов на тот или иной вид лечения необходимо учитывать несколько факторов. Это статус пациента, который предполагает в том числе определение его общего состояния и сопутствующей патологии. Необходимо оценить статус опухоли, в первую очередь оценить функцию органа, и если она сохранна, только в этих ситуациях рассматривать какие-то варианты органа, сохраняющих операций. Ну и из этого будет исходить и оценка лечебных возможностей, среди которых помимо сохранения функции органа и самого органа, и, конечно же, необходимо помнить о качестве жизни после лечения. Что можно сказать о качестве жизни пациентов после хирургического вмешательства? Ну, первое, что надо сказать, что очень небольшое количество исследований, в которых пациенты, получавшие хирургический этап, имели оценку этого показателя. Но, тем не менее, несколько исследований все-таки есть. И вот одно исследование, достаточно большое, более 500 больных объединило, правда, оно одноцентровое, где пациентам выполнялись те или иные операции на первичном очаге с возможным проведением в последующем послеоперационной лучевой терапии. И вот у большого количества пациентов отмечалось снижение качества жизни в основном из-за сложностей, связанных с питанием в последующем. Еще одно исследование РТС, оно менее обширное, 174 пациента, но зато здесь всем пациентам выполнялась тотальная лариндектомия. Часть из них до операции получали лучевую терапию, кто-то получал химиотерапию. И вот после хирургического вмешательства более года сохранялись такие негативные моменты, как социальная дезадаптация, но понятно, операция на агартане, сложности с дыханием и сложности с речью. Доступен еще один метаанализ трех исследований, в которых была отмечена высокая частота поздней токсичности у пациентов, которым выполнялась шейная лимфодисекция с последующей химиоучевой терапией. У них развивался фиброз, что сопровождалось болевым синдромом, плекситом, отеками мягких тканей лица верхнего плечевого пояса, возможно, за счет нарушения лимфовенозной циркуляции. Если же в послеоперационном периоде к лучевой терапии есть показания для добавления еще и химиотерапии, то в этой ситуации лишь половине больных удается реализовать весь план лечения. Имеется в виду все три курса введения цитостатика. Цисплотина в дозе 100 мг на метр квадратный, что является стандартным вариантом. При этом возможность проведения лучевой терапии сохраняется практически у всех больных в том режиме, который был запланирован изначально. Что же нам может дать в отношении качества жизни консервативное лечение? Во-первых, токсичность, связанная с консервативным лечением, делится на раннюю и позднюю. Раннее развивается во время или сразу в ближайшие сроки после окончания лечения и часто носит временный характер. В отличие от этого, поздняя токсичность может проявляться спустя даже годы после завершения лечения, и, к сожалению, изучена она недостаточно. Но, тем не менее, определены на сегодняшний день факторы риска развития поздней токсичности, к которым относятся возраст, локализация первичной опухоли и ее распространенность. Цисплатин остается базисным препаратом для проведения любого варианта химио-лучевой терапии. И, к сожалению, этот препарат обладает рядом побочных эффектов, которые ограничивают его использование. Основным дозалимитирующим побочным эффектом, конечно, является нефротоксичность. Помимо этого, достаточно часто наблюдается нейротоксичность. Одним из вариантов проявлений является оттоксичность. И, к сожалению, если она развивается, то эффективного ни лечения, ни профилактики этого осложнения не существует. Кроме того, общеизвестно, что цисплатин является одним из самых эмитогенных препаратов. И если развивается тошнота и рвота, то это может приводить к электролитным нарушениям, таким как гипомагний, кальций и калиемия. Ну и, помимо всего прочего, цисплатин может вызывать глубокое угнетение костного кроветворения и развивается в результате анопластической анемии. Какие же факторы ограничивают применение цисплатина, которое связано с самим пациентом? Ну, безусловно, это возраст, потому как с возрастом увеличивается риск развития токсичности. В частности, это пациенты, которые имеют изначально худший общий статус и больший спектр сопутствующей патологии. В частности, это повышает риск развития почечной недостаточности, нарушение функции сердца с невозможностью введения большого объема жидкости, что требуется при введении цисплатина. У пациентов может быть исходное снижение слуха, выраженная нейропатия, особенно за счет, ну, такого слегка социального образа жизни, если мы говорим о определенном контингенте пациентов. И очень часто эти пациенты имеют сниженный нутритивный статус. И по аналогии с послеоперационной химиолучевой терапией, у пациентов, когда им проводится только химиолучевая терапия при распространенной стадии, также процент пациентов, которые не завершили лечение, увеличивается в 2-3 раза по сравнению с одной лучевой терапией, если необходимо к лучевой терапии добавить цитостатики. В отношении ранней токсичности, прежде всего, это тошнота, рвота, лейкопения, анемия, снижение почечной функции, иногда эта токсичность может носить неразрешимый характер. Попытка замены цисплатина на карбоплатин с 5-фторурацилом, в принципе, ну, как-то радикально ситуацию не меняет. Все равно в сравнении с одной лучевой терапией, существенно чаще, достоверно чаще развиваются лукозиты, кожные изменения, необходимость в зондовом питании и гематологическая токсичность. В отношении поздней токсичности у пациентов, у которых была проведена химио-лучевая терапия, практически у 40% развивается тот или иной вид токсичности, наиболее часто это нарушение глотания, необходимость сохранения зондового питания даже спустя 2 года после завершения лечения, и более того, у 10% пациентов регистрируется смерть, который связывается с ранее проведенным лечением. К тем факторам негативным, которые прогнозируют развитие поздней токсичности, как мы уже говорили, относятся возраст, распространенность процесса, локализация, наихудшие результаты наблюдаются при локализации, ну и, соответственно, проведении лечения при опухоли гортани и гортаноглотке, а также негативным фактором является шейная лимфоденоктомия после проведенной лучевой терапии. Среди факторов, которые приводят к смерти, бывают сепсис, эндокардиты, почечная недостаточность, некроза гортани и кровотечения. Как можно попытаться снизить эту токсичность? Ну, конечно, первое, какие попытки предпринимались сделать, это стандартный трехнедельный режим введения цесплатина неким образом модифицировать. Что же можно сделать? Да, можно попытаться сдавать препарат в уменьшенной дозе 40 мг на метр квадратный еженедельно в процессе проведения лучевой терапии. С одной стороны, да, в этой ситуации можно добиться уменьшения риска развития почечной недостаточности, но при этом возрастает количество наблюдаемых мукозитов. Если мы хоть каким-то образом можем какой-то вариант токсичности снизить, не потеряем ли мы эффективность? Вот, к сожалению, потеряем. Вы видите, что при введении цесплатина в стандартной дозе 100 мг на метр квадратный один раз в три недели медиана общей продолжительности жизни пациентов превышает 4 года. И она в два раза ниже при применении модифицированного режима. Более того, если еще больше снизить дозу цесплатина и оставить 20 мг на метр квадратный еженедельно, то никакой разницы в отношении общей продолжительности жизни в сравнении с одной лучевой терапией в исследованиях отмечено не было. Могут ли в этой ситуации как-то помочь таргетные препараты, а точнее все тот же один единственный цитуксимаб? Да, конечно, можно. Проведение лучевой терапии в сочетании с цитуксимабом в сравнении только с одной лучевой терапией позволяет увеличить процент трехлетней локорегионального контроля, трехлетней безрецидивной выживаемости и пятилетней. В частности, показатель пятилетней выживаемости медиана при проведении такого рода лучевой терапии в сочетании с татуксимабом составил 49 месяцев в сравнении с 29 месяцами при проведении только одной лучевой терапии. И 46% пациентов комбинированного лечения пережили пятилетний рубеж в сравнении с 36 группой только лучевой терапии. Конечно, никаких исследований прямых, сравнивающих химиотерапию и цитуксимаб не было, но тем не менее, если мы возьмем показатели из разных исследований, мы увидим, что преимущества выживаемости от добавления цитуксимаба лежат абсолютно в том же диапазоне, что и цитостатик. При этом мы видим, что за исключением кожной токсичности все остальные варианты токсичности абсолютно равны при проведении комбинации с цитуксимабом либо одной лучевой терапией. В отношении поздней токсичности в сравнении с химиопрепаратами цитуксимаб демонстрирует существенно лучшие результаты. И таким образом мы можем сказать, что три режима на сегодняшний день химио-лучевой терапии показывают эффективность, но именно режим с цитуксимабом обладает наименьшей системной токсичностью и позволяет реализовать весь план лечения у 90% пациентов. И это все происходит без ухудшения качества жизни больных. В особой группах пациентов это касается только пациентов с HPV-позитивными опухолями. Вот так в целом живут пациенты лучше с позитивными опухолями. Если мы посмотрим по вариантам лечения, то наиболее эффективно это лечение из исследования Бонар оказывается именно у пациентов с HPV-позитивными опухолями, получающими лучевую терапию в сочетании с токсимабом. Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, мы можем сказать, что факторами выбора конкретного варианта терапии для конкретного пациента являются те цели, которые мы ставим перед собой, начиная лечение, мы учитываем статус пациента, его качество жизни после его завершения и насколько пациент привержен к тому или иному варианту, предложенному врачами. Спасибо большое за внимание.